Отмечено здесь, где урожайность 100 центнеров, где 90, где 50. Главный агроном Роман Мишнёв показывает, как современные технологии работают на человека. Эти данные с полей собрал комбайн. На сельхозпредприятии 21 века в Кавказском районе кругом компьютеры. Ставку на инновации сделал фермер Виктор Коломейцев и не пожалел. Земли площадью больше 2000 гектаров обрабатывает всего 7 человек, а урожайность выросла на 20%. Краснодарский край – первый в стране регион, кто, по сути, сделал полную паспортизацию полей. Россия уже год в ВТО, а значит, необходимо учиться работать по мировым стандартам, считает губернатор. Только так можно получить конкурентный продукт. В постоянном режиме мы, конечно, можем отслеживать практически каждое поле. В режиме онлайн, не только здесь, из края, но и каждый руководитель, каждое фермерское хозяйство имеет возможность чувствовать поле. То есть это как рентген каждого поля, с учетом наших объемов, 3 миллиона гектаров, конечно, это даже кажется невозможно. Раньше мы об этом даже мечтать не могли. В том числе соблюдается ли севоборот. Это очень важная функция для контроля, для получения наивысших урожаев. В Краевой министерстве сельского хозяйства губернатору показывают, как работает система. Вся информация из районов стекается в единый центр. Метеоконтроль, мониторинг проблемных участков полей – это лишь часть сервиса. То, что мы сегодня показываем, мы занимаемся и шли к этому с 2008 года. Краевых средств потрачено в целом на модернизацию, на вот эту модель обслуживания агропромышленных комплексов в рамках точного земледелия и космического мониторинга порядка 42 миллионов рублей. Спутники могут даже ответить на вопрос, где и какая культура будет лучше расти. А в будущем информацию возьмут за основу при начислении государственных субсидий фермерам. Этот опыт уже успешно применяет Европа. В Италии и во Франции данные спутникового мониторинга привязали к субсидированию. Они говорят, что если индекс значения просто биомассы на графике попало в определенную зону, то вы получите господдержку. Но если вы не добрали продуктивность на поле, то, извините, вы неправильно используете технологии. Преимущества новой системы мониторинга сельхозземель оценили и ученые. Все поля региона теперь в электронном виде. Можно составить маршрут отбора почв и даже спрогнозировать болезни растений. Мы уже на границе с Ростовской знаем, что диабротиков подходит к нам, кукурузный жук проблем создаст. С юга нас подпирает угандийская стеблевая ржавчина, которой никаких устойчивых сортов у нас нет ни в крае, ни в стране. И поэтому тоже надо за этим отслеживать. От оперативности принятия решений зависят будущие урожаи. Фермер Виктор Коломийцев вспоминает, как год назад насекомые погубили растения. Без данных со спутника фирма, следящая за полями, поздно рассмотрела врага в лицо. В прошлом ладони нам там звонит, говорит, вы посмотрите, у вас там клетка, говорит, что-то биомасса очень плохая. Мы, говорю, знаем, там долгоносик съел метров 15-20. Они увидели тогда, когда он съел. Если бы они увидели тогда, когда он пришел есть туда. Вот это было. А теперь не только вредителей, но и даже как сжигают траву на поле, можно увидеть с помощью космических технологий. Отдельный интерес для бизнеса – карта инвестпроектов в открытом доступе в интернете. На каждое предприятие свой паспорт. Сколько собственников сменилось, какая рентабельность. На все вопросы даст ответ система мониторинга. Для преподавателей и студентов Кубанского аграрного университета – единый центр кладезь информации. Он послужил толчком для создания учебного центра точного земледелия и агротехнопарка. Уже сегодня мы проводим обучение здесь не только студентов, но и преподавателей. Сюда попадает практически весь спектр наших агробиологических специальностей. Действительно, можно реально принимать решения и исправлять какие-то ошибочные решения. Это действительно уникальный момент и очень важно, мне кажется, даже с точки зрения экономики и политики, что тут именно у нас. На точном земледелии сегодня строится весь аграрный сектор Европы. На Кубани тоже сделали ставку на развитие технологий. И это обязательно скажется лучшим образом на будущих урожаях, уверены ученые. Мы бьемся, бьемся плодородия. А здесь ведь, пожалуйста, посмотрели и видим, кто сделал, кто не сделал это агроопследование. Кто яровыми все засеял, это чаще всего подсолнечек. Наше оперативное вмешательство даже по биомассе. Если мы видим, что дойдем до каждого поля, будем видеть, что биомасса по какой-то причине не растет, мы абсолютно точно вмешаемся и сделаем. Инновации в сельском хозяйстве не первый год помогают получать стабильно высокие урожаи. 2013-й не исключение. Регион уже закончил все фазимы, завершилась уборка риса и кукурузы. С учетом этих культур валовое производство зерновых и зернобобовых составит более 12 миллионов тонн. Гарантии по обеспечению страны зерном Кубань выполнила. Но у региона остается другая стратегическая задача – реанимировать важнейшую отрасль – свиноводство. Мы сегодня кормим Белгород, кормим другие курские дамбов, которые производят свинину. Закупаем туда, вывозим туда деньги и так далее. Мы производим зерно, а зерно является главным компонентом комбикорма. До АЧС у нас же были десятки примеров, когда держали поголовье и получали прибыли. В общем-то, они не собирались его снижать. Те фермы, которые уже были построены, условно, 5-10 лет назад, с учетом дотаций, можно вести. То есть мы можем развивать, есть прибыли, а с учетом дефицита сегодня мяса на Кубани, конечно, это будет востребовано. Отметим, что в Крае уже действует программа по поддержке свиноводства. Бизнесмены могут получить компенсацию 30% от всех затрат на строительство мегафермы. До 2020 года на Кубани планируют нарастить свинопоголовье до полумиллиона, а объемы производства мяса свинины – до 300 тысяч тонн.